Всем привет! С вами Ната Балтийская. У меня очередное кулинарное видео. И сегодня я хочу с вами поделиться замечательным рецептом дрожжевых булочек, дрожжевого теста с маком. То есть мой рецепт сегодня можно разделить на две части. Вы можете дойти до этапа просто приготовления дрожжевого теста стандартного. Оно будет не сладкое, поэтому будет годиться для любого типа пирожков. Ну, именно из дрожжевого теста, соответственно, с любыми начинками, будь то рыбные, картофель с грибами, с капустой и так далее. А можно пойти дальше вместе со мной до конца, потому что я буду делать сладкие булочки с маком. Ну, поэтому давайте-ка приступим. Изначально хочу сказать, что итоговый результат у меня получается. Где-то килограмм-четыреста грамм дрожжевого теста. Если для вас это много и вы не хотите так много готовить этих пирожков или булочек, делите всё пополам. Что нам нужно для этого рецепта? Рецепт элементарный, простой. Для начала я просеяла килограмм муки пшеничной. Обязательно просеивайте, чтобы тесто наше было рыхлое, воздушное. Пузырьки углекислого газа легко проходили, насыщали наше тесто. 30 грамм дрожжей. Я взяла простые дрожжи, взвесила. Можно взять сухие дрожжи, это без разницы. Одно яйцо, полтора стакана молока. Сахар, одна столовая ложка. И растительное масло, где-то две с половиной столовой ложки. Либо вы можете взять сливочное масло, растопить его. Тоже это будет не так важно для этого рецепта. Итак, для приготовления теста, как я уже говорила, мы берём нашу муку. Туда добавляем наши дрожжи. Если у вас такие, как у меня, мы просто их мелко-мелко пальчиками сдеребаниваем. Если сухие, то вы можете их запросто всыпать и ещё раз, кстати, просеять уже муку, без сухими дрожжами. Хуже от этого не будет. Кто какие дрожжи больше любит. Я знаю, что есть люди, которые любят больше сухие дрожжи. Мне больше везёт с обычными дрожжами. Тесто у меня получается лучше вот с такими классическими, обычными. И стараемся нашу муку, насколько это возможно, перемешать с дрожжами. Я переколдобенила, как можно выразиться, дрожжи, насколько это возможно, равномерно с мукой. Перетёрла маленькие даже комочки. Я знаю, что есть другой метод бабушки, когда можно поставить опару и потом уже на опаре делать тесто. Для меня получается и так всё равно один и тот же результат. У меня всегда получается равномерное, хорошо поднявшееся тесто. Поэтому делайте, как вам удобнее. Я не наставлю на своём методе, как говорится. Я делаю, как и проще. Теперь мы туда добавляем 1 столовую ложку сахара. Где-то вот так. И 1 щепотка соли. Теперь берём это всё и перемешиваем. Дальше мы вливаем туда согретое молоко. У меня молоко целый день находилось при комнатной температуре. Можно по желанию немножко ещё и подогреть. Ну, а у меня достаточно тёплое, поэтому вливаем тихонько 1,5 стакана молока. Сначала предпочитаю ложечкой, потом уже руками. Теперь наше тесто до конца ещё и мы его не вымешиваем. Поступаем следующим образом. В отдельную яйску мы разбиваем яйцо. И взбиваем это яйцо. Теперь наше взбитое яйцо добавляем к тесту. И туда же добавляем 2 столовые ложки масла. Или растопленного сливочного, или растительного. В моём случае я беру нерафинированное растительное масло. И теперь замешиваем наше тесто руками. Ну вот, тесто, оно у нас такое, не должно прилипать к рукам ни в коем случае. Теперь, когда мы замесили наш шарик, мы обмазываем его где-то половинкой или столовой ложкой растительного масла. Тесто обмазало маслом. Теперь мы его убираем на 1,5 часа или 2 часа в тёплое место, чтобы оно у нас поднялось. Итак, прошло 1,5-2 часа. Теперь берём наше тесто и обминаем его хорошенько. Так, тесто обмяли, и теперь ставим опять его на 40 минут или где-то на час в тёплое место. Закрываем плёнкой. Ну вот, прошло у меня ещё 1 час. Тесто поднялось 2 раза. Я его ещё раз немножко обмяла руками, выложила на стол. И теперь мы его раскатываем в колбаску. И делим на порционные дольки, для того, чтобы формировать булочки или пирожки. Ну вот, я разделила на порции для своих булочек. Где-то для булочек получается штучек 20. Может быть, абсолютно разное количество, смотря того, какие вы любите пироги. Большие, маленькие, с тонким тестом, с толстым тестом. Поэтому дальше уже можно первую часть заканчивать и сказать, что наше дружевое тесто готово. Но если вы хотите повторить дальше мой рецепт, то мы берём следующие ингредиенты. Просто растительное масло в мисочке, сахар. По гранам не буду говорить, потому что всё зависит от количества и сколько начинки вы любите. И мак, можно изюм, можно кунжут, можно орехи взять. То есть, любой последовательности. И дальше мы берём и раскатываем наши порционные дольки. Ну вот, предлагаю следующую схему. Когда вы раскатали такое приблизительно кругленькое тесто, кругленькой формы, мы берём масло и на серединку размазываем аккуратно. Небольшим слоем. Дальше берём чайную ложечку без горки сахара. Равномерно стараемся посыпать. Не забываем, что наше тесто, оно не сладкое, поэтому тут перебора не будет. И далее мы берём мак. И тоже аккуратно, равномерно распределяем. Тут уж как вы любите, побольше, поменьше мака. И теперь дальше просто закатываем всё в колбасочку. Скатали в колбаску. Наши концы соединили. И дальше делаем вот так. Вместе слепляем. Концы подтыкаем. Чуть-чуть прижимаем. Берём ножик и делаем разрез посередине. Я думаю, многие схему эту знают. И вот так вот. Первая булочка наша готова. Делаем все остальные. Пергамент уже я постелила. Печка у меня уже стоит на 180 градусов. И раскладываем на пергаментную бумагу. Стараемся ставить их друг от друга достаточно далеко, потому что они у нас ещё поднимутся. Хочу показать вам схему ещё раз. Повторение мать учения. Берём растительное масло. Размазываем. Не задеваем края, чтобы они у нас нормально соединились, беспрепятственно. Кладём чайную ложку сахара. Чайную ложку мака. Или на ваш взгляд, много-мало, кто как любит. Можете изюм. Я люблю побольше. И теперь всё сворачиваем в трубочку. Вот так вот. Такой рулончик. Шовчик должен наверху показаться. Залепливаем краешки. И шовчик внутрь убираем незаметно. Края вот так вот сплющиваем. Подтыкаем внутрь. Ещё раз уплотняем руками. И делаем разрез посередине. Вот так. И разворачиваем. Вот такие у нас получаются бабочки. Ну вот, такой поднос у меня вышел. Можно было положить булочки ещё больше дальше друг от друга, потому что они ещё поднимутся. Но я их в разные стороны оттащу. Ставим на 180 градусов в двусторонний режим и до готовности. Потому что ваши булочки могут быть другой толщины. Ваша духовка может быть совершенно другого плана. Поэтому смотрите по готовности. Ну вот, такие булочки у меня вышли. Я желаю вам приятного аппетита. Обязательно попробуйте мой рецепт теста. С разными начинками. Или такие же прекрасные булочки сладкие с маком. Я желаю вам всего хорошего, здоровья. Всем удачи. Пока-пока.